здравствуйте друзья добрый вечер вопрос здравствуйте михаил у меня к вам такой вопрос мне 25 живу я в небольшом казахском городке в котором не очень много работы да и там где есть зарплаты мизерные мечтаю уехать в штаты и вот уже третий год играю в green card но все мимо ну да хочу уехать своими силами но получается какой-то замкнутый круг говорят что для того чтобы получить туристическую визу нужно доказать что есть крепкие связи с родиной для этого должна быть либо собственная недвижимость либо собственная семья у меня нет ни того ни другого а для того чтобы получить студенческую визу хотя бы по тем же языковым курсом нужно выписка из банка с доказательством наличия крупной суммы денег да и при всем этом доказательства связи с родиной в виде недвижимости и все-таки нужно тоже нужно предоставлять но так как зарплаты у нас мизерные то сами понимаете что ничего из вышеперечислено я предоставить посольству не могу но не подумайте не то что у меня совсем не было денег пару тысяч долларов на то чтобы как-то прожить в штатах у меня есть и на билет деньги тоже есть но ведь какой в них толк если для визы у офицера этой суммы недостаточно для консула недостаточно конечно а я могу и руками работать и головой и в общем то работ не боюсь я думаю что в штатах я бы довольно быстро смог найти себе работу но ведь получается замкнутый круг для того чтобы получить визу в штаты нужны большие деньги для того чтобы зарабатывать эти деньги нужно ехать штаты да и просто очень тянет туда ну как же быть как разорвать этот порочный круг но не оставаться же здесь прощаясь с мечтой только из-за денежного вопроса я не привык сдаваться спасибо за ваш любой ответ и за все что вы делаете это такой вопрос я бы сказал многих интересует правда далеко не не одинок молодой чек об этом вопросе не сказал как зовут нету имени нету значит без имени ответим давайте я издалека начну 15 лет назад была с нами такая история это было накануне обвала интернет бума где-то вот конец двухтысячного начала начала 2001 года находилась наша школа тогда в другом месте мы сейчас будем проезжать мимо я покажу рядышком но вот на другой стороне улице лками нырил и как бы вам сказать занимали 6 небольших классных комнат вот сейчас у нас две здоровенные а тогда было 6 небольших человек там на 15 может быть одна была побольше чек на на 25 а так маленькие были и вот что сказать мы занимали много паркинга на этом вот пространстве где там занятия шли и на нас жаловались и соседи которые там соседних домах которые привыкли что этот паркинг они используют вечерами для своих целей на от нашего коммерческого здания и соседи по зданию тоже короче такая буча на нас поехала и вот слева это здание вот она вот это вот слева светленько вот здесь была школа и наехала у нас сети of mountain view что мол типа мы тут создаем проблемы ну и что делать значит они нам дали такое суровое предписание там в течение не помню трех недель там прекратить там не прекратить все операции но снизить их там до одной классной комнаты у вас 6 классная комната занята из игры сократить до одной пришлось нам нанять адвоката адвокат их мурыжил ну и пока это все происходило это заняло я боюсь соврать на нас полгода с полгода но за это время мы нашли место вполне нам подходящее и по паркингу вообще со всех сторон хорошим это было на той же самой шопинг-плазе где находится магазин костка куда мы вот сейчас ездим периодически я снимаю сюжеты о покупках наших для офиса вот на этой самой плази паркинга там вы себе представить не можете сколько в общем с паркингом проблем никаких бы не было но это было все довольно дорого то есть если так мы платили в месяц за аренду там тысяч ну может быть 10 то тут нужно было воплотить 1020 и наше время уже было другое мы уже по более высоким ценам и нужно было тысяч на сто там сделать ремонт но не ремонт ремонта как бы оборудовать это все-таки помещение было там раньше был магазин овощной то есть стены есть пол есть а больше ничего нет в общем надо было все это оборудовать и уже был план уже было все договорено носите которое должно было дать нам разрешение называется юз пермит значит вот этот самый пермит они там не давали сначала они прицепились с одним потом они прицепились другим то есть сначала они говорили что с паркингом проблем нет но вот построите два туалета мы заложили план два туалета потом говорят два туалета хорошо но надо бы тогда две двери с разных сторон чтобы на случай пожарного заложили две двери в общем все делали делали там 10 раз меняли потом они говорят но ведь паркинга рядом нет они говорят вот мы говорим ну так там дальше есть паркинг вот он там на этой же самой плазе паркинг то есть они говорят вот ваши студенты встанут возле вас и будут мешать покупателям значит которые идут в эти ближайшие магазины и женщина которая представляла саму это шоппинг-плазу она говорит а что же вы нас тогда составили сделать этот паркинг это сейчас вы говорите что никто им пользоваться не будет в общем короче бардак этот шел-шел у них что-то на нас заклинило не могу сказать что такое на них заклинило но поскольку время шло то это как раз перешлось на тот самый момент времени когда вдруг все обвалилось обвалилась и мы смотрим так в общем то в общем фигня нет смысла нам переезжать ни в какую эту вот шоппинг-плазу а надо оставаться на этой но короче наш адвокат с адвокатом да мы же их параллельно судим значит и кончилось тем что значит договорились с этим сити что две классные комнаты мы можем держать 2 а поскольку все это упало резко то нам больше двух ты не нужно было так уж между нами то вот ну и собственно мы в этом здании про про продержались еще с 2000 значит там первого когда шла бодяга до что это получается до 2010 еще 10 лет мы пробовали в этом помещении пока не разрослись очередной раз и вот переехали туда где мы сейчас 6 лет назад почти это произошло значит вы скажете а какая вообще связь с тем что у человека там денег нет там или еще что-то связь вот какая если бы сити of mountain view отнеслось к нам благосклонно и сказала бы ну действительно ребятам тесно но пусть переедут вот туда да значит и все и там ну где выполнили обычную свою работу которые должны были бы выполнять то мы подписали бы контракт положили потом 100 тысяч потеряли бы сразу потому что на ремонт и в течение может быть там полугода там может быть года мы бы пошли пошли на банкротство потому что платить такие деньги было невозможно мы в том месте где мы оставались мы скидывали по мере того как становилось меньше меньше студентов мы один за одним скидывали вот эти шесть офисов которые мы занимали у нас по контракту вы могли скинуть в любой момент и в итоге мы там спустились там я не помню там до двух тысяч вот и если бы вместо 2000 платили бы 20 то не было бы портов компьютерскую может быть сегодня занялся бы я чем-то другим и забыл бы все это дело так вот почему рассказываю вот то обстоятельство что не лежали карты как-то вот так удачно для нас на самом деле оказалось очень важным для того чтобы процесс пошел и чтобы мы не не вылетели никуда не прогорели там и так далее вот человек это меня нет денег у нас там есть еще один парень из кременчуга вот я зачитывал его письмо он ко мне там в одном месте в другом месте говорит что вот нет у него денег там сколько ему надо на билеты чтоб я ему дал я я не могу я тогда сразу ему тогда уже скажу я не могу этим заниматься я просто я вне этого то есть у вас есть своя жизнь вы ее живете и я не я не одалживаю денег никому люди одалживают там у друзей одалживают в банках одалживают еще где-то я я правда не могу и и значит вот есть обстоятельства жизненные человек должен иметь с ними дело и когда он с ними имеет дело значит вот он выходит в итоге победителем если у него все нормально поэтому то что у него допустим нету сейчас вот этих денег да оно может быть даже не так и плохо может быть даже не так и плохо теперь давайте мы от общего расклада сказать звезд на небе перейдем конкретной ситуации значит людей у которых нет денег на свете очень много очень многие люди у которых нет денег особенно в странах латинской америки смотрят на север и говорят пойду-ка я в сша и там заработаю и у них есть простой понятный путь они идут в мексику и идут едут там как угодно и дальше через мексиканскую границу которая практически открытая они переходят соединенные штаты и подают там на политическое убежище в лос-анджелесском офисе там чуть ли не самая длинная очередь на рассмотрение политического убежища там чуть ли не четыре года и для людей которые хотят заработать денег это совершенно идеально то есть политическое убежище там им не сильно дают выходцам из латинской америки ну дают но там не безумно много а тут он пришел его только через четыре года рассматривать будут он уже четыре года имеет разрешение на работу кстати это же не то что он там за два доллара в час с нерегалами это же он уже по настоящему может вот поэтому почему я говорю у них есть такой прямой понятный путь называется через мексиканскую границу ну в конце концов он же вам не заказан да если так разобраться ну доезжайте до мексики там и двигайтесь через мексиканскую границу надо разобраться как что чего могут убить конечно там все отнимут замочат день там оставит под кустом это возможно вот значит тут гарантии конечно никто не дает делать нелегально соединенные штаты как государство не не стремятся к тому чтобы люди у которых нет денег вдруг вот приехали бы и стали где-то нелегально работать вот как бы все построено для того чтобы нашему казахскому значит зрителю из небольшого городка казахского все сделано так чтобы он не мог сюда попасть потому что цель с которой он хочет сюда попасть это нарушение закона в соединенный штат у него же нет другой цели никакой он хочет приехать чтобы нарушить законы этой страны где же взять денег если не попасть в сша я же могу работать там то есть у него как бы логика такая он не говорит я готов там нарушать законы я готов совершать там маленькие или большие там какие там действия такие значит преступные вот ну по мелочи конечно преступные это не то что там он убил кого но все-таки то есть все идет как идет и все должно так идти в смысле пересечения границы разрешения на работу и так далее есть какое-то количество людей но скажем так они по-своему избранные в чем их избранность они преодолевают такие трудности которые большинство людей преодолеть не могут понимать вот это неважно в колумбии они живут в венесуэле гондурасе мексике а я не знаю там шри-ланке да они преодолевают некие препятствия недоступные для преодоления большинству людей которые вокруг них живут иначе бы уже весь гондурас весь эквадор вся колумбия они бы все бы уже были в соединенных штатах но так у них не получается безусловно значительная часть этих людей не из мексики тут а из таких стран где действительно чудовищная политическая обстановка абсолютно нет никаких никакой безопасности а а есть как раз наоборот совершенно противоположность этому где банды действуют где вообще никакого закона там нет уже на это не за там многие многие десятилетия вот это как раз люди из тех стран вот им как раз в основном если дают политическую бишь что вот им дают но или скажем из мексики они пришли поработали там нет работы ушли там появилась работа вернулись когда в 2000 там девятом десятом когда плохо было с работой количество нелегалов в стране сократилось на несколько миллионов а чего ему тут сидеть то если работы нет поэтому конечно жили бы там в мексике вы бы так вот ходили туда-сюда тут заработал там заработал дом купил там день выпадала хари не в даунтауне конечно так вот что я хочу сказать есть некоторая реальность реальность состоит из очень многих элементов скажем законодательство иммиграционное соединенных штатов практика выдачи виз посольствами и консульствами соединенных штатов вот бы к примеру например виза джей джей один джейван тройни я не говорю ту часть которая касается work and travel но вот тройни там я внимательно все прочитал там нет ограничения по возрасту они не говорят ты можешь приехать в сша в качестве практиканта там если ты не старше вот этого в законе нет а на практике 35 лет и и визу ты не получишь если нет 35 лет понимать а вот практика такая значит вы изучаете закон с одной стороны практику вот ямка какая-то попалась практику с другой стороны и значит соизмеряете свои силы и так далее то есть одна задача это получение визы другая задача это что вы собираетесь дальше делать вы приехали в сша и будете работать и что 5 лет 10 лет 20 лет в нелегалке будете или вы все-таки как-то собираетесь легализоваться как собираетесь легализовать давайте изучите вам вопрос он же не изучен вот сейчас ничего нет вот абсолютно ничего нет кроме того что я приеду и нелегально подзаработаю денег все кончилось на этом ну поэтому значит мы говорили про избранность да значит есть люди которые преодолевают трудности вот может быть это так и должно быть америка как бы исторически была таким местом куда попадали люди которым с одной стороны доставалось на родине вот религиозные всякие группы преследуемы с другой стороны люди которые преодолели некоторый барьер и понимаете людей преодолевающих барьеры не было в элфера не было виз ничего не было приехал живи вот а дальше уже система менялась пришла к тому что есть и это реальность значит имейте дело с реальностью я у меня нет ответа на вопрос где взять денег у меня нет ответа на вопрос где взять визу ничего такого у меня ничего такого у меня нет и ни у кого нет никакой человек которому вы с этим обратитесь вам не скажет поэтому разбирайтесь чё же я могу сказать ведь весь разговор о том что про связь с родиной так далее это все разговор который где-то прослушаем где-то прочитан да это со ссылкой на других людей это правда ну приобретайте опыт потихонечку что что что-то можно сказать разбирайтесь счастливо а